Доброе утро! Посмотрите, какой у нас туман. Жуть, да? Время 6.25. Включилось специально, чтобы снять. Какой туман? Страна спит. Только мы, как психи, куда-то с красным конем скачем. Сегодня последний день моей свободы. Я сейчас домой приду. У меня в планах вымыть собачонку, причесать. Ну, там дела, когти, переносицу подстричь. Я закончила три неожиданных заказа. То есть, два вы видели. Было три розы букетик. Я еще не закончила этот заказ, как мне уже подкинули второй заказ. Вы видели белая роза Валентинка. Не знаю, почему белая, но так, видимо, решил мальчик. И только я закончила этот заказ, мне дочка пишет. Возьмешь еще один заказ? Ну, а что не взять-то? Ну, это была уже не роза, это такая мультяшный известный герой. Дети, я не знаю, по крайней мере, раньше лет пять назад, что ли. А может быть, и сейчас увлекаются. Пикачу зовут этого героя. Ой, впереди собачка гуляет. Ну, вот, на чем я остановилась. Пообщались мы с сеттером одним. О, там мальчик. Я ж теперь общаюсь с собаками. Ну, в смысле, я имею в виду, бэби разрешаю. Но бэби у меня такая, я называю, целовальная собака. Она морду любит нюхать. А этот сеттерок был, был, есть паренек. Ему надо под хвостиком. А бэби этого не любит, не понимает и очень боится. Так вот, значит, приду я ее сейчас капитально помою. Приведу в порядок. И что я хочу? Значит, весы достала. Батарея села. Сейчас надо батарею поменять. Найти кастрюльку на два яйца. Я, по-моему, в прошлый раз показывала. Но это было так давно, что уже никто не помнит. Ну, покажу. Я специально покупала. Не в прошлый раз, а еще когда. Первый раз диету маги проходила. Покупала кастрюльку ровно на два яйца. А бэбочка, бэбочка, я туда не побегу. Царь горы мой. И почистить надо хотя бы парочку грейпфрутов, чтобы они были готовы для завтраков. Я вот сейчас пошла снегу, проснулась, пошла с ней гулять. Я безумно голодная. Так как сегодня еще завтрак не по диете, то и ничего страшного. А когда по диете, мне нужно, чтобы всегда грейпфрут был подготовлен. Потому что я пленочки не ем. Я очищаю целиком грейпфрут от всех пленок. Ну и, собственно говоря, что еще? У меня это не совсем заказ. Это как бы пожелание, чтобы в моем вязальном магазине появились кое-какие новые, которые я не вязала раньше позиции. Хотя у меня есть два или три образца экстрим-бикини. Но я не знаю, куда их девочки, женщины, носят. Потому что я, например, на пляжах никогда не видела, чтобы кто-то в таких бикини ходил. Но их с удовольствием покупают. Поэтому из пожеланий этой экстрим-бикини новых фасонов, ну, как по мне, так уже вообще экстремальных. Потому что у меня навязаны маленькие, но они как бы, ну, по сравнению с тем, что сейчас мне заказали, то они целомудренные. Вот. А еще мне заказали, оказывается, сейчас большой спрос на кота Саймона. В народе его все зовут... Ой, не знаю, сейчас будет какое-нибудь нарушение или нет. В народе его зовут Мудозвон. Ну, а так он кот Саймона. Вот. Уже заказала на него пряжу. Ну, и он как бы получается у меня такой небюджетненький вариант. Потому что пряжа достаточно дорогая. Вот. Что для него? Бубенчики, знаете, такие кругленькие, металлические. Внутри там бусинка болтается. Это будет ввязываться, сами понимаете, куда. Чтобы он действительно был звон. Ну, ладно. Очень холодно. Очень холодно. Пальцы у меня все аж колят уже от мороза. Побежали мы еще раз пробежимся и домой. Пункт первый выполнен. Не сушу я ее феном. Не думаю, что она будет против, но дело в том, что нужно же одновременно причесывать, а у меня нет третьей руки, чтобы ее держать. Вон я приготовила весы, батарейку достала. Я надеюсь, батарейка не умерла, а то придется идти в магазин за батарейкой. Весы у меня самые-самые наипростейшие. Им очень-очень много лет. Сейчас надо еще и решить, где они стоять будут. А весы лучше всего ставить в одно место и больше никуда не сдвигать, потому что, ну, они будут показывать разные параметры. А это всегда сбивает с мотивацией, когда, допустим, неделю было, там, я не знаю, 3-4 килограмма усушки и утруски, а переставляешь в другое место, вот, и уже меняются парами. Прехорошо, если в плюсовую сторону, а если в минусовую, это, знаете, какое разочарование. Поэтому я никогда не взвешиваюсь каждый день. Я взвешиваюсь один раз в неделю. Ну что, второе дело тоже сделано. Все работает. Еще раз говорю, у меня весы самые простейшие, но которые требуют установки на одном постоянном месте. Надо не забыть. Ну что, я в 8 позавтракала, перемыла посуду, которая почему-то у меня со вчерашнего дня брошена была в раковине. Не знаю, хотелось мне вчера пораньше лечь, чтобы, ну, войти в режим, а то сразу с первого дня это очень тяжело. После завтрака жутко спать захотелось. Я всегда вот обращаю на это внимание, если режим не устаканен, ну, там, 7 подъем, в 6, в 6.30, неважно. Вот, и потом сразу после еды клонит в сон. Поставила стирку, первый заход, нашла кастрюльку, вот такая у меня специально для этой диеты куплена. Как видите, вот специально приготовила. Зачем куплена? Быстрее, чтобы. Раз, сварила, и все. Ой, самая большая моя проблема, ну, как ее приучить, чтобы вот она просто знала, что надо причесываться, и все. Это же сейчас будет такой бой, такой бой вообще. Нет, она не дерется, не кусается, но она выворачивается. Не хочет она этим заниматься, не хочет. Она у меня странная девочка, не любит быть красивой. Да, девочка? Девочка. Девочка моя. Самые первые кадры моего видео, помните? Достаточно еще была видимость приличная. Ну, так, легкая была дымка, а сейчас... И он так наползает, этот туман, да, как в фильме ужасов. Ну, вот я еще одно сделала, причесала. Это она мокрая. Я же ее с этим расчесываю, с спреем для легкого расчесывания. Ох, как мы с ней сегодня бились. Это нечто. Я так устала. До ужаса просто устала. Да, 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 да. Видите, ничего больше не делала. Переносицу не подстригла. Когти не подстригла. Потому что, ну, и я устала, и она устала от этого причесывания. Ну, вроде, все опять вычесала кругом. И что я еще хотела показать. У меня дочка очень рада, что я опять решила посерьезки взяться за себя. И вот она мне принесла вчера вот такую вот штуку. Называется калипер. Я набрала вот тут вот целую грандиозную статью. Ну, в общем, я не знаю, как это сказать. Первейшие измерения я, конечно, проведу. Это все завтра утром будет. Вот. Сейчас пока изучаю. Ну, я не знаю. Ну, первейшие измерения проведу. Ну, и, может быть, в конце диеты проведу. Потому что пока для меня это, ну, целая какая-то непонятная наука. Дело в том, что, ну, ладно. Я определила процент. Но здесь никаких рекомендаций нет. Ну, вот видите, ну, пойму я, что у меня избыточный вес. Я и так это знаю. Если я буду худеть неправильно, я буду терять мышечную массу. Я тоже и так это знаю. Я слишком много уже знаю о диетах, о правильности, неправильности, о принципах правильного питания, о принципах правильного худения. Мне, вот, ну, зачем мне вот эта вот подкожная масса подкожного жира, процент подкожного жира. В общем, буду я изучать, а потом я вам скажу, стоит или не стоит покупать этот прибор. Я не очень поняла. И там ещё четыре параметра измерения, если по-правильному, да, ну, один на спине, один на лопатке, один на задней части руки, один на передней части руки и один на, ну, в общем, подвздошная вот эта вот область живота. Ну, в принципе, две-то я могу себе измерить, а ещё две нет. Важно это или не важно, это уже тоже буду изучать. В общем, пока, пока никаких рекомендаций не даю, важно это или не важно иметь такой прибор дома. Он стоит копейки, поэтому это не огромная трата, поразвлекаться можно. Но мне главное понять, ну, я измерю, я и так знаю, что у меня будет избыточный процент. И вот это вот я буду изучать и потом вам расскажу. И последнее на сегодня, что я хочу в этом видео оставить, потому что остальное это уже, ну, совсем-совсем-совсем мои личные дела. Поставила я варить говядину. Ну, помните, я покупала в Глобусе небольшой кусочек, 600, ну, в общем, около 700 граммов. Как я уже говорила, к сожалению, на неделю мне этого не хватит, потому что там ещё и косточка. Значит, как бы и положено так варить, и я рекомендую варить без соли. Я буду варить, вот я приготовила чесночок, морковка, у меня валялась половина луковицы. Это я добавляю из-за того, что я терпеть не могу вкус и запах просто варёной говядины. Но ничего более сильного, ну, как вот какие-то приправы, отбивающие вкус, я добавлять не буду. Это я, Бэби, натерла кучку маленькую. Сейчас на первый раз скипит. Я солью воду, посмотрю, что будет во второй воде. Я сто лет с костью не варила, хотя здесь не могу. Ну что, на два раза я проварила и слила. Всё, закинула эти самые, поставила на троечку. На троечку. Всё, пусть варится до готовности. Не знаю, там, два, три, четыре часа. Понятия не имею. Что за мясо, сколько будет вариться. И ещё одно запланированное дело сделала. Почистила два грейпфрута. Это абсолютно одинаково. Просто здесь высокая такая, а здесь низкая и пошире. Высокая и поуже, а здесь низкая и пошире. Так что на два дня у меня почищен грейпфрут. Попробовала ёшкин кот. Кисловатый. Ну, надеюсь, сейчас в холодильнике отстоится. Смотрите, сколько отходов. Боже мой. По-моему, примерно на килограмм у меня три штуки было. Ну, половина точно в отходах. Ну, по каким-то делам бытовым. То, что я вот на сегодня запланировала. Две стирки у меня получили. Сейчас я вторую запустила. Вот грейпфруты поставить. Мясо. Помыть, причесать бэби. Ну, пока я ей переносицу не подстригла. Но она почему-то у меня упорно спит. Ну, видимо, расстроилась из-за того, что я её причесала. Вот. А у меня есть недовяз. Я же начинала себе вязать манишку, чтобы вот у меня горло было такое же, как оборка на шубе. Вот. Пока не пришла пряжа для этого кота Саймона. Вот. Я повяжу манишку, авось да успею. А что у меня ещё было? У меня же есть ещё вот такой недовяз. Я, бэби, начинала вязать шапку. И я передумала, зачем? Она у меня девка боевая. Я её ращу не этой, не диванной подушкой. Мы с ней не пропускали. Мы с ней вот только не гуляли 15 дней, пока она была после операции. Мы с ней не пропускали даже морозы. Всё время гуляем. Зачем я буду её укутывать, как эту? Она же собака. Ну, я ей прикрываю вот этими комбинезонами. Я надеваю ради груди, чтобы ей грудь была закрыта. Остальное всё как-то меня не особо волнует. И я решила, шапку я не буду довязывать. Распущу пряжу. Она мне пригодится для каких-то поделок и заказов. А вот свою манишку сейчас посижу, повяжу. Так что вот сколько там, без 20 и 11. Все бытовые какие-то намеченные дела я поделала. А завтра, друзья, у меня будет сантиметровый замер. Грудь, талия, бёдра, нога, рука в самых высоких, в самых толстых частях тела. Да? Вот. Потом что? Взвешивание. Ой, я так волнуюсь. Я не хочу видеть эту цифру. Но придётся. Я не собираюсь ничего скрывать. Ну, и так будет всё-таки. По-честному, увидите, что у меня, какие будут результаты. Надеюсь, это тоже вдохновит. И вот этим вот калипером попробую два измерения сделать. Ну, те, которые я сама могу на подвздошной области и на передней части руки. Вот. И почитаю, что с этим делать. Ну, потому что я и так знаю, что у меня избыточная масса жира подкожного. Мне надо понять, для чего это. Всё, друзья. Пока-пока. Хорошего вам дня. Благотворного дня. Сегодня выходной. Сегодня суббота. Поэтому займитесь, уделите внимание семье. Идите погуляйте. Я посмотрела, февраль будет вообще не холодным месяцем. Поэтому, может быть... Ой, не буду, не буду, не буду говорить. Я вечно наговорю, наговорю. Потом у меня ничего не получается. Всё, друзья. Напоследок я хочу. А напоследок я скажу. А, нет. Видимо, ветерок поднялся. И начал разгонять туман. А то прямо уже к моему окну подобрался. И не было видно этого детского садика. Вот этого здания. Вот. Всё, друзья. Пока-пока. Хорошего настроения. Хорошего вам дня. Чудесная погода на улице. Я бы пошла гулять. Но не хочу оставлять Бэби в таком состоянии. Поэтому посижу дома, повяжу. Всё. Пока.